Ребзя, ну здорово блин! Прикиньте какая цветопередача! Какой цветокор? У меня другая камера! Вот она старая! Вот он канон мой древний! Вот он! Короче говоря, где вы лазили, а? Ну где, блин? Сколько можно было ждать? Вчера, прикалываю, в час ночи, клемануло меня вообще, блин, просто по-конски подумал, что пора творить, пора что-то делать и решил начать с вкусного. Думаю, займусь творчеством, потому что кто не творит, тот, блин, просто печальный потребитель. Я помчал в корону, накупил всякой всячины и думаю, займусь чем-то интересным, полезным, развивающим. Ну, жалко, получилось одноразовым. Пошли, прикалю! Вы готовы? Оно вот тут! Раз, два... Три... Вот он! Животворящий, блин, настоящий, вот этими вот руками сотворенный тортик, блин, да? Вообще просто капец! Опа! Огнемет! Ну, в натуре вкусно! Мы его сегодня сожрем! Без вас! Может быть, кто-нибудь еще не сидел в холодильнике? Знаете, есть такие кадры, когда в холодильнике убирается задняя стенка, ты такой открываешь. Ну, это все, блин, обман. А сейчас я вас просто по знакомству устрою. Вот сюда. Я тоже много волнуюсь уже. Ча-а-а! Эй, братишка! Как там конечности, братан? Ну, как тут было? А в морозиловке точно! Еще никто из вас не был. Но это я так по-быструхе. Чисто по знакомству, абсолютно бесплатно. Устраиваю вечную мерзлоту. Опа! Братишка! Ну, ладно, я пошел. Испугался? Сейчас я тебе ручки отогрею. Говорят, Юрий, да ты блогер. Ну, я думаю, ну, может быть, мне вот стало интересно, и я решил просто перелопатить немножко интернет. Посмотреть, что же они там производят, эти блогеры. И вы знаете, что? Я был просто в шоке. То есть, у человека, ну, видимо, такая работа. Перерыть, блин, весь интернет. Просто копаться там в этом говне. Искать, грубо говоря, неудачников, ущербных людей без чувства прекрасного. И просто там, куда он пошел, что он пристел комментировать тупо. Ой, бля, как это скучно. И как вам не стыдно? Я просто был в шоке. Ладно, бывает видос там, ну, довольно интересный и такой какой-то смешной на самом деле. Но вот эти вот пояснения к нему. Вот это долбоёб, это пидорас, конченый урод. Ха-ха-ха. Ну, то есть, блин, это просто жесть какая-то. И при этом собирать, то есть, тысячи просмотров, лайкулечки там какие-то. Да, блин, я был в шоке. Чтоб только мне до такого не скатиться. Юрий Бондаренко интересуется. Попытался, говорит, танцевать как ЮЭС, ничего не получается. Могу ли я показать несколько движений своего танца? Ну, конечно же, вереть могу. Мне самому интересно, какой же в баню с меня хореограф. И знаешь, что я подумал? Я подумал, что тебе, ну, то есть, ты ж не для себя стараешься, правильно? Правильно. Тебе нужно кого-то порвать. Своей пластикой и изящностью. И, конечно же, не мужской ведь пол, правильно? Логика. Конечно же, какую-то девушку. Значит так. У меня есть для тебя специально коронный прием. Я его подсосал у Майкла Джексона. И я тебе его покажу. Смотри. Ты, тигр, запомни. Подрываешься, да, и говоришь. Дорогая, минуточку внимания. Берешь вот так вот за аппаратуру, вот так вот смело, да. Вторую ручку, изящно так. Наверху, вот так вот. И пошел. Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два. Я надеюсь, все правильно показалось. Как я отношусь к группе Трубецкой? То есть, в прошлый раз был вопрос о Трубецком и Бруто. Про Бруто я рассказал. Про Трубецкой, как обычно, где-то там не досмотрел. Ну вот. Короче говоря, одни из самых талантливых, могучих, трудоспособных музыкантов, которых я когда-либо знал. Вот так вот, по-настоящему. Но дело и загвоздочка-то совсем не в них, как для меня. Ну, я уверен, со мной 50% точно согласятся. А в названии. Потому что. Так Трубецкой или Ляпец Трубецкой? Или просто Ляпец? А, просто Трубецкой? То есть, тут я не могу не оглянуться назад и не могу не вспомнить. Ты меня кинула, естественно. Ты ромашка, Евпатория. Там у кого-то железный. Ну, вы понимаете, о чем я? То есть, ассоциативно я вспоминаю вот эти вот все. То есть, конкретно за всем этим делом стоит один человек. И в данном случае, это, конечно же, сережка. Вот в чем дело. А он, пух, пропал. То есть, ребзя набрали, хрен знает какую скорость, блин, на пароходе. И вдруг пропадает капитан. Да, разбиться можно. То есть, это как Металлика без Хэтвилда. Король Ишут без Горшка. Да и дорогу без Юрия Астыльского. Ну, в общем, да. Вот такие вот пироги. Ну, а по существу, как бы, это мудет такое вступительное. Ценю, уважаю. То есть, мы общаемся как друзья. Хорошие ребята. Ну, и что, естественно, не может не радовать. Как вы уже догадались. Не боюсь. Как влился самородок-барабанщик в коллектив? И почему же я даю петь басисту на концертах? Ильич влился. Как родненький залился. И почему же я даю петь басисту на концертах? Интересный вопрос. Потому что у Александра не только золотые руки. Но к тому же он еще и снащен замечательным громкоговорителем, превосходным слуховым аппаратом. И при всем при этом имеет широкодиапазонные голосовые данные. Что немало важно. Ну что, ребзя. Наверное, вы уже ждете. Ну когда? Ну когда же? Ну когда? Помните, что я обещал в 15-м? Заглянуть в самое сердце бытовухи. Ох, сейчас кайфанем. Ну, то, что вы любите по-настоящему. Блин. Пошли, ребята. Вот она. Вот она. Вот она, красивая. Сейчас я разверну тут кое-что. Вот так мы сделаем. Раз. Вот, красиво. Мы берем. Вот она. Смотрите. Вот она. Это как заглянуть человеку в мозг. Только через жопу. Вот. Раз. И все у нас на виду. Блин, жалко нечем поковыряться. Мы что-нибудь придумаем. Смотрите. Вот это суши было дело. Я просто сам их как бы иногда леплю. Но они неудачные получились. Я повыковыривал оттуда мою любимую рыбу. Вот. Что тут еще? Яички. Вот масло. Ну здесь вот видите. Я собирал специально. Ничего не выкидывал. Вот оно. Ласковое лето. Пельмешки какие-то. Непонятные. Вот рыба с кумбрией. Видите, головка. Вот сметанку. Сметанку обожаю. Ну просто класс. Просто кайф. О, как она тут завалялась. Пивасик. Это печенье было. Что у нас тут еще? Приправка какая-то польская. Чай вот этот замечательный. Ну, в общем, я надеюсь, вы врубились, о чем я. Вот. Вот она красотища, блин. А? Вот. Просто класс. Ну просто кайф, блин. Так и хочется зарыть за себя головой. Так по-настоящему, а? Что за песня Плодовая? Я удивляюсь. Где ты ее нашел вообще, эту песню? Но есть такая песня. Она такая древняя. Просто капец. Как свет. Сейчас я вам ее исполню. Плодовая. Живага. Исполняется она вот так. Типа там тема такая про бухаря, который заснул, в общем, проснулся, но уже не там, где он хотел. Чей-то голос скрип кровати. Просыпаюсь я с утра. А вот и момент печали. Закончился Новый год. Гирлянды повырубали. И елку опять под комод. Под комод, елку опять под комод. Ты люби нас, елку опять под комод. Под комод, под комод.